Счетом того, что мы в меньшинстве остались, наверное, нищая, это для нас положительный результат. Тем более мы готовились очень тщательно к этому матчу, знали прекрасные возможности армейского клуба. Совокупное мастерство игроков ЦСКА, оно просто удивительно высокое. Но, тем не менее, мы достойно провели первый тайм. Мы были агрессивны, создавали моменты. И в первом тайме, наверное, кроме владения, у ЦСКА больше не было преимущества ни в одном из компонентов. Второй тайм, понятно, нам нужно было сдержать атаки. Мы готовили замену атакующую линию. Надеялись, что все-таки ЦСКА начнет спешить и немного авантюрный будет играть в обороне. Мы хотели к ним воспользоваться, но удаление нам немножко спутало карты. Поэтому даже оставшуюся в мастерстве мы, в принципе, нападающего и нападающего разменяли. И имели шансы еще со стандартных положений, быстрых атаках. Я доволен очень нашим отношением к делу, со страстью, с которой ребята сражались сегодня. Ну и, конечно, фантастическая поддержка людей, которые с нами по всей стране ездят. Наверное, заставляют нас на максимум каждый матч работать. Вот такой мой комментарий. Коллеги, я прошу вас представляться и задавать вам. Добрый вечер, Дмитрий Косяков-Александр. Сетевое издание «В мире спорта». Хочу вам сказать большой комплимент за подготовку команды вообще к сегодняшнему. Мы здесь давно не видели, когда кто-то, чтобы приезжала команда не московская, там, с периферии, скажем так, и показывал такой футбол. То есть и компактно играли, отходили назад, и самоотдача была великолепная. Но у меня вопрос один. Все-таки, как говорят сейчас, финальный третий, перечеравной, очень мало было конструктива, скажем. Обросалось в глаза, что даже если разделим до 66 минут, то все равно мало создавало. Там были какие-то моменты, но все равно это слишком мало, чтобы забить, чтобы выиграть. Прекрасный анализ с вашей стороны. Спасибо за хорошие слова в адрес нашей команды. Я объясняю это, наверное, в большей степени тем, что все-таки силу ЦСКА надо учитывать. Всегда есть наши возможности и возможности соперника. Смотрите, ЦСКА – клуб, который практически меньше всех пропустил в чемпионате. Есть серия из семи матчей, когда они не проигрывают, а не победят. Это психологическая уверенность. Но и мы все-таки стараемся в этом компоненте прибавлять, развиваться. Мы немножко стилистически меняемся. Раньше было больше вертикального футбола, борьбы. Сейчас первый тайм показал, что мы хотим больше по земле в атаку выходить. Недивидуальные возможности игроков использовать лучше. Но, наверное, я с вами соглашусь, в этом матче мы должны были поострее играть в финальной трети. И вообще это в целом самое сложное, наверное, уметь реализовать моменты, которые вы создаете. Но замечание принимается. Надеюсь, что в следующем матче мы скорректируем и будем более эффективны. И еще вопрос по удалению. То есть сейчас вызвало такие споры, что по большому счету там такое удаление спорта. Вы как же там подбежали? Вы не могли бы сказать себе о цене или все? Эмоции немножко у меня сейчас, потому что я думаю, что этот момент такой 50 на 50. А оба игрока ведут контактную борьбу. И я знаю, что оба нарушали, скажем так. Тянуло ли это на карточку, на красную. Но если судья показывает, то, наверное, придется согласиться. Но очень сложный момент, потому что мы успевали страховать. И игрок находился спиной к воротам. Надо время развернуться, встать. Но как есть, так есть. Мы это принимаем. Я еще, честно говоря, не видел эпизод в повторе. Но у меня есть большие сомнения. Коллеги, еще вопросы? Да-да, мы хотели перестроиться, выпустить Женю, потому что у нас есть опыт игры с тремя высокими нападающими. Если специалисты проанализируют наш матч в Грозном, когда мы в меньшинстве выиграли в Ахмата, как раз таки там прослеживали, что мы трех нападающих оставили в игре, играя в меньшинстве. Мы понимали их силу. И наша задача была отодвигать его от своих ворот и использовать их не индивидуальные возможности. Сегодня мы хотели то же самое делать с двумя большими нападающими. И группой атаки молодые, агрессивные, свежие ребята должны были поддерживать. Но вот удаление немножко нам спутало, скажем так, карты. Но мы все равно в будущем не будем отказываться от своей философии. Все-таки хотелось бы нам, чтобы не считали факел командой, которая играет от обороны. Факел будет играть сбалансированный футбол, агрессивный. И много, конечно, зависит часто от соперника, с которым мы встречаемся. Но мы будем гнуть свою линию. Вам еще, наверное, болельщики не позволяют играть от обороны. Да, да, это точно, потому что поддержка фантастическая. Нас недавно был товарищеский матч. Мы играли с белорусской командой и 8 тысяч пришел на стадион поддержать. Можете себе представить, как в этой обстановке и не бежать вперед. Но надо контролировать эмоции, потому что когда ты бежишь вперед, потом приходится бежать назад. И вот сегодня даже такие моменты были, когда нам немножко не хватило хладнокровия. И, учитывая силу соперника, они могли нас заказать за нашу такую чрезмерную активность. Если выйдете в конце, в меньшинстве, мы большой группой пошли выигрывать этот матч. Это касается стандартных положений. Вот здесь надо быть немножко мудрее. Но радует то, что игроки проявляют смелость на футбольном поле. Ну и, мне кажется, чувствуется контакт болельщиков с игроками. Потому что когда Санхаджи уходил, мы начали скандировать в вашем отсекте. И он уже, прям когда по трибунку зашел, развернулся и там несколько секунд им аплодировал. То есть видно, его прям убодрило. В каком он сейчас вообще настроении? Он переживает, расстроился. Он подошел, сказал, извини, тренер. Но здесь ему не зашли извиняться. Каждый может, допустим, эпизод сыграть не идеально. Вот я сказал, что вины его в этом нет. А болельщики, да, тут это те люди, которые могут простить все, кроме равнодушия. Да, и как раз тот случай, что здесь, в нашей команде, мы всегда стараемся, чтобы люди стали с нами довольны. И честно вам скажу, что, наверное, для нас самая главная мотивация радовать людей, которые приходят нас поддерживать. Есть ли еще вопросы? Дмитрий, подскажите, помимо комплимента в сторону болельщиков, да, что это вы очередной раз и не поддержали вас, почему удивило все-таки увидеть первые 30-минутки, где вы играли действительно первым номером и не давали ЦСКА даже протоколить. С момента практически ЦСКА не было, только у вас были моменты. Вот скажите, почему все-таки после этих 30-минутки резко игра поменялась? То есть вы сменили тактику, либо это усталость игроков, или все-таки это команда ЦСКА заставила сыграть по-другому? Да, вы знаете, я думаю, что здесь совокупность фактора, нам еще не хватает вот этой мощности, да, такой дерзости, агрессивности, чтобы весь матч играть против такого соперника с позиции даже ментального доминирования. Но это реально сложно, потому что напротив соперник очень высокого уровня. Ну и здесь надо дать должное армейцам, потому что они играют дома, и тоже прекрасная поддержка болельщиков в свой стадион, и они претенденты на чемпионство, не забывайте, да, и, конечно, не может устроить ситуацию, которая была в начале матча и в середине. Но это опять, это наш урок, это наш путь, это наше совершенствование, чтобы уметь спокойно и дальше продолжать активные действия на поле. Я думаю, что здесь и мы немножко не поверили то, что мы можем вот так вот на протяжении матча, но и ЦСКА включилась на пункт, потому что посмотрите, какое великолепное качество игроки показывают армейской команде. Здесь нам надо это взять на заметку, и мы еще раз детально проанализируем матч, потому что соперник вообще не теряет мяч в простых ситуациях, и нам очень сложно было атаковать, когда у нас мяч появлялся. Поэтому здесь я бы сказал, что мы очень достойно играли против такого сильного соперника. Еще вопрос? Еще вопрос. Последний момент. Я вас хотел спросить по поводу игрока ЦСКА Пьянича, который пришел, игрок такой очень хорошего уровня. Специально как-то к нему готовили, смотрели, как он разыгрывает угловые или что-то отдельное? Для себя подчеркнули? Да, конечно, мы специально к Пьяничу не готовим, потому что его, все, кто имеет отношение к футболу, знают этого игрока, там просто надо смотреть и восхищаться его игрой. Да, мы понимали, что мы вносили корректировки, когда увидели, что он играет стартовым составом, но против него сложно найти аргументы, когда он в форме. На мой взгляд, он еще разгоняется по дистанции, он будет прибавлять, и, конечно, это выдающийся игрок, не побоюсь этого слова. Я очень рад, потому что сейчас, как правило, мы слышим стагнация чемпионата идет, много недовольных высказываний, куда катится наш футбол, я с этим категорично не согласен. Я бы отметил, когда игроки такого уровня приезжают в российский чемпионат, значит, мы взрослеем на правильном пути, плюс надо отмечать еще молодежь, которая развивается и в нашей команде, и в ЦСКА, да, молодые игроки. У нас сегодня, посмотрите, Щетинин выходит мальчик 2005 года, Ивлю мальчик 2006 года, и как раз таких игроков, как Пьянич, Дивеев, Мойзес, Рош, можно перечать, они могут учиться, это нормально. А то, что он великолепный футболист, тут, наверное, со мной все согласятся. Есть ли вопросы? Спасибо вам. До свидания. До свидания.